Саратовский храм в честь Сретения Господня отметил престольное торжество. Божественную литургию в праздничный день возглавил митрополит Саратовский Ивольский Игнатий. В переводе с церковно-славянского Сретения – это встреча. День Сретения – точка во времени, где встретились ветхие и новые заветы, древний мир и христианство. Но обо всем по порядку. По закону Моисееву, все еврейские родители должны были своих первенцев на сороковой день после рождения приносить в храм для посвящения Богу. Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом принесли младенца Иисуса в храм. В это время в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человек праведный, и ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет до тех пор, пока не увидит Христа. Симеон долго ждал исполнения обещания Божия. И вот в этот день, по внушению Духа Святого, он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом принесли младенца Иисуса, Симеон встретил его, взял на руки и славе Бога сказал, «Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи Мои спасения Твое, которые Ты уготовил пред лицем всех народов, свет в просвещении язычников и славу народу Твоего Израиля». Иосиф же и Матерь Божия удивились словам Симеона. Симеон благословил их и, обратившись к Божьей Матери, предсказал ей о младенце, что из-за Него будут спорить в народе. Одни спасутся, другие погибнут. А тебе самой оружие пройдет душу. Это означало, что сама Божья Матерь будет переживать великое горе за Сына Своего, когда Он будет страдать. Сретение – это не просто день из далекой новозаветной истории. Хотя бы раз в жизни у любого человека происходит его личное сретение – встреча со Христом. Как понять, произошла ли она в вашей жизни? Это главная встреча. За богослужением митрополит Игнатий совершил хиротонивый пресс-виттера Диакона Игоря Малаканова. Человек живет на земле несколько десятков лет. И вот за это время, которое отведено человеку быть на этой земле, необходимо встретиться лицом к лицу с нашим Создателем. Некоторые, как Симеон Богоприимец, встречают лично в своей жизни Господа в глубокой старости или в зрелом возрасте. Кого-то в юности посещает Господь, кого-то в детстве. Многие люди воспитываются в православной вере и вроде бы живут по правилам церкви, но долгое время бывает, что нет личной встречи. И вот в какой-то момент десница Божия касается сердца человека, и человек чувствует, что он не просто биологическое существо, а то, что он любим Творцом и Создателем, который вызвал его к бытию для вечной жизни в неизреченной радости, которую невозможно описать словами, как апостол Павел часто говорит, что не приходил это на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его. А как встретить Бога? Как вот мы можем встретить? Мы в первую очередь должны помнить о том, что каждый из нас является носителем образа Божия. И если мы будем стараться видеть друг в друге творческое начало Господа, видеть образ Божий, тогда нам легче будет встретиться со Спасителем. После богослужения митрополит Игнатий поздравил почетного настоятеля храма, старейшего клирика Саратовской епархии Протеерея Василия Стрелкова с прошедшим 80-летием.